здравствуйте дорогие друзья с вами валерий бавсыновский это очередной урок из серии бесплатных далее будут платные уроки но в принципе вот данный урок в принципе и есть постановка мозгов программиста для разработки и сейчас мы это вообще сейчас ссылка на очень длинную статью в описании здесь много ссылок много есть домашнее задание и в принципе реальная ситуация давайте построим беседу так вы статью прочитаете сейчас я прокомментирую а я сейчас покажу в чем конфликт почему разработчик не может начать разрабатывать секунду мы сейчас пойдем по порядку ну я начну вот с этого и так два месяца вот сергей асачий искал интерфейсы в python старался делал очень много года написал ребят вы может скажете это жестоко а я скажу нет вот как сделать так чтобы помочь человеку обрести правильный угол зрения на программирование я вижу только один способ взять и просто отработать все варианты которые можно и которые нельзя и вот по истечении двух месяцев сергей присылает сообщение которое меня по полностью устроила устроила сейчас я поясню декоратор меняет поведение отлично миксер может быть либо дополнительный набор инструментов типа из чего может собраться объект либо реализуются определенные дополнительные действия абстрактный класс отлично но вот за два месяца много чего сделали абстрактный класс объявляет методы которые должны быть реализованы мы используем его тогда когда точно знаем что это за объект мы хотим стать и какие действия будут выполнять это ребята я сейчас добавлю к этой статье видео где это тоже сергей уяснил а я давал понятия да то есть рассказывал очень подробно и я это видео тоже сейчас добавлю просто чтоб я вам его показала вы тоже не забудьте это посмотреть вы тоже не забудьте посмотреть разработка на питон абстрактные классы как раз я там рассказал в чем разница между абстрактным классами интерфейсом но кое-чего я не договорил и это я специально сделал сейчас поясню я хочу чтобы вот это видео вот сейчас вы поняли смысл да я вас где-то томлю но томитесь дальше я добавил в статью а для новичков в конце статьи еще добавлю быстро и правильно освоение питон от нуля до разработки здесь я проговорил в принципе на каком этапе что делать 1 2 3 так можно выучить не только python а любой язык это я добавлю в конце статьи вот ту ссылку пересмотрите видео и в конце статьи я добавлю вот это видео и так дальше давайте еще раз абстрактный класс объявляет методы которые должны быть реализованы используем его тогда когда точно знаем что за объект мы хотим создать вот я добавил этом показывал джанга посмотрите да то что только что показывал через интерфейс мы получаем доступ к методам вы говорите что интерфейс проверяет наличие этих метод но я не пойму в общем серёга здесь все напутал смысл в том что он конце искал 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 что такое интерфейс пока я а ведь весь интернет ищет до пишут ребята описываю что интерфейс от абстрактного класса отличается что это тоже абстрактный класс весь интернет ищет да и все уверены а интерфейсов python то нет но они есть так в конце концов в этом мой метод вот сейчас да мне надо было серии сергея чтоб он перепробовал все но в конце концов сказал но не знаю как не пойму я как это работает а ведь я ему показал да что по сути дела интер и сейчас я говорю ребята а в python интерфейсов нет и никогда не было но вот эта статья где туда у меня интрига она все это разъяснит и серёжа когда имеет ввиду вот здесь потому что ну надо же за что-то зацепиться сергей пишет вот я не пойму это список импортов то есть он перепробовал все варианты а я ему давал код вот этот показал ну ну нет интерфейсов сейчас все поймете вот тога да смотрите при изучении разработки я не опираюсь на свои знания я опираюсь а здесь расалки кейт маги да один из ведущих разработчиков джанга который как правильно сказать компетентен во всех частях джанга от джанга это сложнейший код то есть разработчик будем говорить высшего уровня но вот это его молодой проект да где код не очень сложный я сергею показываю да показываю что в принципе вот ведь мы интерфейс то по сути дела все равно видим интерфейс то мы видим а теперь ребята давайте по статье сначала хорошо я бы не хотел сергей это для сергея видео пишу для других ребят чтобы вы обиделись серёж а вот вы мне объясните конечно я бы вам мог просто сказать без этих двух месяцев сказать вот спайтон так 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 есть скажите пожалуйста вы что думаете у вас были бы знания как сейчас да не было бы сто процентов а как сделать чтобы они были то надо просто вас измотать вот вы два два месяца искали интерфейс я ведь я ведь писал у наших смотрите какая переписка это все будет забито в школу на занятиях большая переписка да вы но давайте посчитаем что какие цели мы ставили ну давайте вот тут мы конфликты рассмотрим давайте мы плюсы да сначала чтобы вы поняли что на самом деле не так все и жестоко и жестоко давайте мы посчитаем я остановлю чтобы не тратить время на записи ну давайте с классами я вижу разобрался пишет создает то есть все дело пошло код да смотрю с типами разобрали что оказывается в python есть то что создает эти типы оказывается мы можем сами типы создавать как это сделано в джанго да допустим когда джанго это уже более сложные вещи прямо при помощи метаклассов создает пустой тип который работает с базами данных это на будущее декораторы цели понимаем начали писать отменно все научились смотрите цели четко миксины ох написали со всех сторон слева справа с крыши и в конце концов уже вижу что ясность брежет да то есть нормально по крайней мере мы собираем что базу ребята базу всегда хромает база но что оставалось тупиковое мышление тупиковое мышление которое порождается самим конфликтом и она заключалась в очень простых вещах смотрите я читаю я всегда очень четко понимаю потому что все это прошел на своей шкуре так а это не надо последние взять записи так это код код то есть все строчит строчит уже вы говорите что интерфейс проверяет наличие но и не пойму как это пишется в коде на эти говорят в общем то понимаете грубо говоря сергей зашел тупик но не знаю а ведь все банально просто и знаете вот сейчас говорю для новичков и говорю для ребят школы а знаете почему вы тупите потому что вы считаете что вот я говорю просто так вот видите даю видео каждому посмотреть я сейчас перейду помучаю вас еще ребят потому что вот такие занятия вы знаете каких они они го сколько можно оценить несколько лет жизни вот такое простое понимание вот прочитал статью и понимаешь да это бесценно да согласитесь но просто вот говорю сейчас скажу вот говорю ребятам школы новичкам ребята дошли до функции питон начиная это видео тоже там есть в статье начинаете второй язык если человек начал второй язык изучать то вот часть сережа прочитал эту статью так как он уже пишет на котлин да он врубится моментально так во что надо врубиться прежде чем пойти дальше ребят давайте еще помучаю это чего сейчас будем смотреть вот если будет слышно хорошо а не слышно это хора тоже хорошо но вы поймете это утка и она будет крякать ребят скажите пожалуйста вот вы видели сейчас картинку это было что это был вот я перечисляю а вы про себя говорите вот сейчас на экране я говорю вам это слон это самолет это бульдозер это конь это лошадь пусть будет лошадь коня то одно и то же кому то это стол ну допустим хорошо пусть это будет динозавр нет ребят вы скажете все это что правильно вы уже сказали почему потому что она плавает как утка крякает как утка и выглядит как утка это что можно называть словом поведение и причем здесь интерфейсы а очень просто вот эти два месяца мы мучились сергеем но он инвестировал эти два месяца смотрите сколько изучил а теперь надо подвести убрать тупиковое мышление как начать разрабатывать ведь помните что он написал поток что им показывал он написал вот не пойму это список импортов то есть он уже был готов все что угодно принимать за интерфейс а я вам показывал сейчас все станет на места не переживайте вот вот он имел ввиду вот стога где расел кейт маги применял интерфейс везде мы видим интерфейс но давайте вот вы мне не верите а я говорю но нет ключевого слова интерфейс нет интерфейсов python так что же он здесь делает ребят ну еще помучу я хочу чтоб вы поняли и прочитали статью но нет хорошо открываем статью проверяем проверяем кстати там есть на видеоканале на моем посмотреть рубрику отвлекусь и дед для разработки там по моему и рассказывал про терминал про это да который сейчас буду показывать итак заходим проверяем ну у меня уже есть да вот здесь вы не найдете слово интерфейс хотя как я дал а ведь сергей я давал подсказку посмотрите язык котлин и здесь извините меня жёсткие ключевые слова мы видим что интерфейс здесь оно есть так в чем же разгадка здесь есть объект интерфейс в python нету а теперь ключевая мысль ради чего я вас мучил ребята но ведь никто нам не запрещал имитировать поведение интерфейса самого интерфейса нет но поведение интерфейса мы в python можем имитировать тогда у вас возникнет вопрос а почему в python нет а в котлин есть да здесь в принципе вся проблема что мы не хотим слушать я когда говорил что изучайте два языка и сейчас говорю пока вот посмотрите то видео что я показывал начале да ваш план и ответ как собственно изучать языки там я все рассказал пока вы не начнете изучать два языка вы не сдвинетесь понимание так вот ребят все очень просто банально просто и не требует вообще усилий хотя если вы почитаете интернет опять немножко вас томлю все с умным видом размышляют чем отличается интерфейс в python и что это такое но упускают то что я осознанно упускал упускают одну простую вещь которая звучит так поведение вы понимаете разницу между объект интерфейс и поведение подобное интерфейсу так вот если взять котлин то там я вам показывал только что есть объект интерфейс если мы взяли ключевые слова python то интерфейса как объекта не существует если в котлин мы видим и класс и интерфейс и интерфейс то в python мы видим ключевое слово только класс интерфейса здесь нету ответ прост python имеет множественное наследование и если в котлин интерфейс что делает он дает возможность создать абстрактный класс который может иметь методы которые будут что-то реализовывать или не будут а в python это можно сделать сразу а потом откорректировать при помощи миксенов но не зря мы серёж миксены изучали теперь вы к ним будете по-другому относиться это и корректировка это и многое другое но ведь ребята никто нам не запрещал применять в python понятие интерфейса как понятие ведь оно крайне полезно то что я писал статье а давайте посмотрим вот смотрите вот у нас мы с вами делаем графическую программу я сейчас просто графику все представляют у каждой пользы с программой давайте попробуем вот тут опереться на то что сергей написал правильно но то чтобы нас ставило в тупик вот он пишет да вы говорите что интерфейс проверяет наличие метода я не понимаю как пишется в коде но это уже с java так нет абстрактный класс объявляет методы которые должны быть реализованы хорошо это действительно так абстрактный класс это класс который должен иметь хотя бы один метод но скажите пожалуйста методы могут быть абстрактные и конкретные представьте мы бы реализовали наш графический интерфейс как абстрактный класс я вас еще раз прошу обращаю внимание где я очень простым языком на пальцах это видео я добавил только что когда в начале урока говорил вот оно да по моему оно то есть где вы посмотрите о интерфейсах да то есть по крайней мере в голову да вложите вот это хорошо представьте если бы мы взяли реализовали наше графическое приложение при помощи абстрактного класса который должен быть точно реализовывать что то то есть вот это основное окно и мы добавляем кнопку сделаем ее другого цвета мы добавили кнопку теперь вот в этом сейчас и будет заключаться разница если бы я описывал это как абстрактный класс то есть реализовывал бы методы то я бы заставлял делать разработчика примерно следующее то есть например добавил кнопку и обязательно добавить надпись но ведь это было бы неправильно или бы написал что кнопка должна располагаться только вверху или быть такого то размера это было бы реализация метода но ведь тогда разработчик страдает он вынужден делать то что я ему прописал тогда он не разработает свой продукт ну вот программисты и придумали интерфейсы чтобы развязать при создании продуктов развязать руки разработчикам которые будут использовать их продукты то есть что это значит это значит это и есть такое название как интерфейс то есть по сути дела у нас есть метод добавление кнопки и он только проверяет что кнопка добавлена интерфейс не знает какого цвета кнопка это определит сам разработчик какого размера кнопка это определит сам разработчик что там написано и все интерфейса задача проверить что кнопка добавлена по крайней мере зачем нам это нужно но по крайней мере когда мы будем компилировать программу, ведь программа же должна знать, что есть кнопка. Но с другой стороны, когда мы добавляем кнопку, мы не даем никаких инструкций. Просто добавлена кнопка. Объект button. Button. А что с ней делать? Пусть решает сам разработчик. Сделать ее красной, написать как-то, сделать его одним, двойным кликом. Вообще кликается ли она? Вот. Именно. Это и суть интерфейса. Проверить, но ничего не делать. Ребят, а что? Я что-то сложное сказал? Вот. Действие. Интерфейс проверяет виджет, button. Ну. Вот действие. Просто. Теперь я хочу сказать. Смотрите. в языках со статической типизацией есть ключевое слово интерфейс. Но, как мы с вами читали на примере Kotlin, да, что ключевое слово интерфейс служит для того, чтобы создать абстрактные абстрактные классы. В Python мы и так создаем абстрактный класс. Но давайте посмотрим на интерфейс немножко с другой стороны. Нас интересует, запомните, что, вот почему я два месяца мучил Сережу, чтобы он подошел свои мозги не со стороны объекта, а со стороны поведения. в первую очередь мы начинаем воспринимать язык и интерфейс не как объект, что, чем отличается абстрактный класс от интерфейса. Да, вроде верные все пишут и чуть ли там не плюются и все знатоки, но никто же не написал. Редко где увидишь, а в Python интерфейса нет. Но есть поведение подобное интерфейсу и каждый разработчик, когда смотрит интерфейс, он очень четко для себя понимает, что в данном случае этот интерфейс просто проверяет, что добавлен объект в Button, но ничего не делает. Ребят, я что, что-то сложное сказал? Но. А знаете, почему пишут? А когда не могут объяснить? Но я сказал, может, чтоб Сергею не было обидно. Два месяца я его мучил. Я ждал, когда он скажет, ну не знаю, ну не знаю. Это тот момент, когда испробованы ведь куча вариантов. Да, он за... Я ж видел, понимаете? Я ж... Мы ж переписываемся. Я вижу, он с миксинами... Миксины пишет налево направо. Эти. Ну, смотрим, да. Поехали миксины и в коде, и он их разрабатывает. И если мы посмотрим, да, код пошли, и декораторы, и миксин налево направо. Как доходит абстрактный класс интерфейс. Всё, вижу молчание. И вот он старательно обходит, хотя без абстрактного класса ничего не сделать. И тут, ну, я это задумывал раньше, почему? Потому что я сам так когда-то допёр, когда перепробовал все варианты, а потом, в принципе, это было несколько лет назад, когда я начал изучать второй язык, я понял, боже мой, до меня дошло за одну минуту. В рамках одного языка вы никогда не поймёте программирование и никогда не будете программировать так, как бы могли программировать, изучая два языка, потому что это открывает, в общем, посмотрите видео, вам большую-большую дорогу к пониманию то, что над языками. Ну, посмотрите видео, кому интересно, не буду сейчас отвлекаться. Так, у меня были дальнейшие цели. Важнее у меня была цель наконец-то повернуть Сергея, посмотреть на язык как на поведение. Почему? Потому что он рассматривал всё это время язык как объект. Понимаете? Вот в чём была проблема? Он, когда, я знаю, что он перерыл море, да, он видел только формулировки, что интерфейс от абстрактного класса отличается тем, что это тоже абстрактный класс, но он там проверяет. Я специально писал такие видео. Ведь в конце концов, думаю, ну должен же он прийти к тому и сказать, ну не знаю, либо вот сказать, а я давал подсказки, посмотри Котлин. Вот, Серёж, буквально надо воспринимать, если есть подсказка, посмотри язык. Если я пишу, что посмотри структуру, значит, надо найти, затратить, инвестировать время, это не просто так. Но в конце концов, я ставил глобальную цель, просто интерфейс это очень удобная точка вот того, чего как объекта нет в языке Python, но как поведение мы можем его написать. Так вот, ребята, ведь с этого и начинается понимание, то есть мы с этого понимания можем поступиться к разработке. Теперь, когда, теперь я говорю, Серёж, в дальнейшем мы всегда будем рассматривать язык, не только Python и другие, но Python в особенности как поведение, то есть поведение объектов. Сейчас это просто надо понять. Я ж не зря вам показывал утку. Всё очень просто. Какой бы ни был код, вот то же самое, вот мы смотрели утку, но я вам показал. Да, в Python нет интерфейса, но мы видим ключевое слово интерфейс, которое в данном случае просто проверяет объект Python. Но если вот этот вот, эта часть, это слово ведёт себя как интерфейс, значит, это и есть интерфейс. Мы его просто тупо написали. И мы чётко понимаем, что сейчас программист Java, программист Kotlin, кто бы не читал наш код, он взглянул, он поймёт. Ага, в данном случае это просто проверить, что добавлен Python, больше ничего не сделает. Интерфейс ничего не знает, его задача проверить. Но я же Серёжу это пытался показать с разных сторон. Вот мы сейчас с ним пишем предприятие, а что не так в предприятии? Там же всё на интерфейсах сделано, да есть фреймворки на Z как-то, он полностью на интерфейсах реализован. Ладно, предприятию сейчас не пойду, это не к месту. Теперь давайте разберёмся, в чём конфликт. Всё, это конфликт нормальный. По сути дела конфликт в том, что ведь человек, приходя в питом, начинает изучать типа объектов, список, словарь, кортеж, так далее. И он работает с объектами, и в голове начинает формироваться, что в принципе это объект. Некрасивый цвет получился синий, не очень правильно. это объект. Понимаете? И у нас получается, что язык, да, вроде как, но это объект. И это понятие нас будет устраивать на разных этапах. Например, пишем мы на Django, ну, на Django, да, на фреймворке, допустим, пишем на Django, то в принципе понятие, что объект нас полностью будет устраивать, так как в принципе здесь в чем смысл? Здесь уже разработчики написали, нам дали документацию, что и как должно работать по их именно задумке. И мы просто реализуем, здесь уже есть готовые объекты. Но здесь одно стоп, которое я бы хотел сейчас договорить. Сейчас, секунду, ребят, я кое-что покажу еще. Так, что я хотел показать? Все правильно. Секунду. А, вон, false settings. То есть, здесь мы четко видим, вот объекты, сделали там, написали строчку кода, это у нас словарь, дальше admin, там сделали, это у нас тут список, allo, with host, это список и так далее. Здесь идет работа с объектами. Ребят, а тогда зачем же нам понимать то, что? Ну, первое, дальше мы разберемся вообще, какие виды разработки бывают. Сейчас я туда не лезу, извините, это запутает. Но, с другой стороны, хотел бы сейчас, чтобы вы поняли ключевую мысль, что, да, новичок вынужден работать, но когда он начинает думать о разработке, он начинает сталкиваться с проблемой. То есть, он слышал, читал про утки, да, но никак не мог понять. Ну, да, ну, вроде как крякает и хай крякает, но это утка. Но, вот, как раз интерфейс это, вот, тот камушек краеугольный, где можно понять, что, оказывается, что, когда крякает как утка и плавает как утка, это утка, это не слова. Это и есть суть, как надо относиться к питону и к разработке. На питон надо смотреть не как на объекты, а как на поведение объектов. Вот вдумайтесь, насколько меняется угол зрения и наш на самом деле потом профессиональный код или непрофессиональный. Когда мы смотрим на то, что я рассказал не как на просто объекты, а так, а то, что при помощи кода мы меняем поведение объектов, ключевое слово поведение, у нас очень сильно меняется угол зрения. Но на самом деле вместе с углом зрения у нас очень сильно меняется угол зрения на те же применения Мельсинов, то есть на глубину понимания кода. Мы наконец-то начинаем готовить себя и понимать, что мы в принципе будем влиять на код и на само поведение. Это значит работа со свойствами, с методами, но без ключевого слова поведения программист не состоится. Да, мы сможем писать какие-то простые проекты на Джанго, но что касается более серьезных вещей, вот взял, я вам показывал прямо пример, тога. То есть здесь применяется интерфейс, но здесь применяется поведение интерфейса. По сути дела это абстрактный класс, методы которого ничего не делают, кроме того, что проверяют добавлена кнопка. Удобно? Удобно. Программисту, которому будет работать с нашей программой, руки развязали, развязали, хочет добавить сюда кнопку, хоть сюда как хочет подпишет. Наша задача какая была? Самая простая. Определить, что кнопка добавлена на главное окно. Все! Вот задача интерфейса закончилась. Он знает только, что кнопка добавлена. Красная, синяя с надписью интерфейс больше ничего не знает. Но ведь, ребята, так же легко формировать любые предприятия. В цехе, если мы написали интерфейсы, канцтовары, интерфейс станков, интерфейс электропроводки, то у нас всегда будет порядок. На нужный штекер подастся ток, нужный станок будет включаться вовремя, он добавлен, он в этом цехе, ничего не перепутается. А дальше пиши уже конкретно программу, сколько, когда, чего должен выпустить станок. вы теперь поняли, что первую идею, что без интерфейсов жить плохо. Вторую идею, что в Python ключевого объекта как интерфейс просто нет, его и не может быть, потому что Python поддерживает множественное наследование. Кто не знает, почитайте, приходите в школу, все узнаете. В данном случае, как я сказал, вам что надо сделать? Ссылка на статью в описании. Прочитать статью. И, пожалуйста, Сергей и другие ребята, пожалуйста, вот здесь важно точно выполнить то, что я написал. Давайте почитаем инструкцию. Я хочу, чтобы вы это сделали от и до. нет, интерфейсов в Python никогда не было и не может быть. Но что есть? Сергей, я два месяца подводил, чтобы сейчас начать с корня. То есть, теперь я надеюсь, вы на меня не обижаетесь. Вы перепробовали тысячи вариантов. Сначала вы обходили, сначала реализовывали, научились делать декораторы, я увидел, научились писать декораторы, научились писать миксины. Вы присылали всякий код, но где очень искусно обходили интерфейсы, потому что я постоянно вас спрашивал, так чем же отличается интерфейс от абстрактного класса? Но я опускал слово, что нам-то надо понять поведение. Сергей, согласитесь, что это совсем меняет картину на язык, на разработку, на то, что делать. то есть код может быть любой. Мы только знаем, что мы хотим получить. И у нас простое размышление. Если это крякает как утка, плавает как утка, выглядит как утка, то это, скорее всего, утка. Если вдруг мы пишем программу, это выглядит как утка, но оно не плавает, а прыгает по воде как кузнечик, то это не утка. Значит, где-то ошибка. Правильно? Просто и просто. Но ведь именно так же здесь написано. И это стратегия, от которой и начинается понимание вообще разработки. Вот к этому я вас именно и вел. Моя задача было сбить вас с ног, чтоб вы перепробовали тысячу кода, и в конце концов сказали, ну не знаю, ведь тогда получается голова пустая, все переделал, но нет ответа. И вот сейчас тот момент, когда можно заложить, Сергей, вы искали объект интерфейс, которого нет, и не было, и не может быть, а я хочу, чтоб вы сейчас вложили, но ведь никто ж вам не запретил создать поведение как интерфейс. И отсюда все становится на свои места. Отсюда ворзор очень легко, теперь вы начинаете легко понимать, что оказывается, мне надо создать тот же абстрактный класс, только подумать, какие методы у меня будут, что делать. Вот это домашнее задание здесь. Перед прочтением выберите угол зрения, сначала вы читаете вот этот заголовок, потому что я хочу, чтобы вы поняли, что мы будем говорить о поведении. Маленькое предисловие прочитайте сами. Прочитайте статью один раз, переосмыслите. Я хочу, чтобы вы смотрели сейчас, в данный момент, когда вы читаете, что мы говорим о поведении. Ведь смотрите, еще раз говорю, вот от Russell Кейта Маги, продукт Тога, графический интерфейс. То есть интерфейс есть, но в Python то интерфейса нету. Но поведение интерфейса в программе есть, и мы с вами рассматривали, зачем оно. Логично, если он ведет себя как интерфейс, то есть ничего не делает, а просто проверяет, что добавлена кнопка. Значит, это интерфейс. Вспоминайте про утку. Все очень банально просто. Далее. Отныне, Сергей, ребята, прошу смотреть на язык, который как на действие, как на поведение. Дальше мы начнем углубляться в это понимание вы немножко еще глубже поймете, когда мы разберемся виды разработки. Дальше, ребят, на утро опять перечитайте статью. Перечитайте. И у вас будет постоянно проваливаться фишки. Наконец-то вы начинаете, вы изучили, да, что-то, но потом начинается у вас угол зрения меняться. Вы начинаете не просто на объекты смотреть, что они что-то делают, а вы начинаете смотреть на то, что вы, это основная идея, вы, программист, можете создавать, имитировать поведение. Это значит, вам доступен абсолютно любой код. Вам совершенно не важно, есть это в языке или нет. Вы просто можете написать, что это появится. это называется творчество, это и называется разработкой в чистом виде. Пожалуйста, домашнее задание начните выполнять, то есть потом, после этого, просмотрите все ролики, все статьи перечитайте, и не ранее, чем через три дня начните выполнять домашнее задание. А здесь именно уже оно более практично будет. тогда есть успех. Но помните, самое главное, что сейчас вы обрели угол зрения, с которым вы и будете идти по жизни. Просто вы будете с ним идти в том же котлин. Разница лишь в том, что в котлин реально есть интерфейс, но вы будете четко понимать. Ведь это язык со статической типизацией. Но как нам указать смотрите, ну как нам указать, как сделать в языке со статической типизацией, чтобы мы могли создать абстрактные классы. Да, ABC это в Python. Ну а здесь придумали назвать прямое понятие интерфейс. Но ведь само понятие интерфейс не относится ни к одному языку. Это относится к вообще объектно ориентированному программированию. Вот смотрите. Интерфейс синтактическая структура, определяющая отношение между объектами окно-кнопка окно-кнопка которая разделяет определенное поведенческое множество и не связано никак иначе. Кнопка добавлена. Все! Задача интерфейса началась и закончилась. Красная синяя зеленая расположена ниже выше что делает эта задача интерфейса не входит. Но ведь вы еще раз говорю теперь понимаете что без интерфейсов жить вы не сможете без понятия потому что ни один цех ни одно предприятие вы без этого не опишите. А теперь сможете. само то понятие интерфейс существует но чтобы понять это надо я говорю изучайте два языка потому что почитали на самом деле здесь просто назвали тупо интерфейс как прямое чтобы создать абстрактный класс так и так а в Python это и так надо можно сделать то есть там ключевого слова интерфейс нету но и в Python и в Kotlin несмотря на то что записано происходит одно и то же вот это действие ребят в рамках одного языка никогда вы это не будете понимать потому что мы сейчас разобрали с интерфейсом как с понятием как с поведением относящиеся к программированию в целом а не какому-то языку и так заканчиваю для тех кто начался с этой статьи знаю что многие вещи для вас пока сложные я вам дал видео быстро и правильно освоение Python от нуля до разработки посмотрите видео и ссылки есть потому что это сейчас видео конкретно для школы потому что те вещи которые я сейчас допустим рассказал но нигде вы в интернете не увидите а ведь я то что люди многие разъяснил очень просто да скажите что-то я сложное сказал а ведь эти вещи считаются сложными но если их не понимать и не стать на тот уровень который я вывел Сергея то ребят дальше абстракции какие-то понимать бесполезно а с этим пониманием дальше все открывается как машина едет вырывает светом то же самое у нас все просто становится на места еще раз говорю что ведь пока Сергей вот рылся в этом он много чего научился делать в этом был смысл моего метода во-первых очистить мозги раз во-вторых научить делать человека определенные вещи то есть создавать базу чтобы потом он взглянул на техническую задачу ага здесь я напишу класс здесь я напишу абстрактный класс это я сделаю при помощи декоратора здесь я напишу миксинов то есть вот этот процесс будет происходить в голове все банально просто на самом деле тогда а ведь разработка это то зачем приходят в школе сейчас три вещи которые полностью присутствуют обучение с нуля развитие то есть написание там приложений на джанго так далее ну работа с библиотеками то есть развитие это углубление в ООП изучение ООП и разработка то есть все три в одном месте при этом человек занимается в своем ритме и спокойно делает главное быть последователем итак ребята кто начал с этого урока ссылка на статью в описании там куча других ссылок в конце что делать и начинаем заниматься спасибо за доверие все получится ребят видите на самом деле все сложные вещи очень простые просто надо объяснить ну сложного ничего нет проще объяснения чем у меня в интернет точно нет